Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом, как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Сегодняшний день может быть не просто очередным днем в вашей жизни. Есть выражение «сегодняшний день измеряется завтрашним днем». Но это очень далеко от истины. Вы сыны Исахара. А Библия говорит, что сыны Исахара различают знамения времен. Библия говорит о том, что Бог вне времени. Он сам является тем, кто сотворил время, поделил год на времена года. Он сотворил лето, когда тепло и когда много солнечных дней. И также Он сотворил зиму, когда холодно, когда на деревьях нет листьев. Также Он сотворил весну, когда все заново расцветает. И Он сотворил осень, время года, когда то, что росло и цвело, начинает опадать. Бог сотворил разные времена года, чтобы помочь нам понять, как действует Он. Аминь. Библия говорит, что есть время для сеяния, есть время для жатвы. Я верю, что начало нового года, то есть именно сейчас, мы входим в Новый год, в новое время для нас. Я верю, что Бог действует в соответствии с тем, какой сейчас сезон. И сегодня я хочу провозгласить не просто какую-то национальную идею, но пусть это воскресенье будет для нас временем села. Почему мы решили так назвать это первое служение в году? Дело в том, что мы хотим, чтобы мы вошли в призвание сынов из Сахара. Сейчас вам раздадут листочки, я прошу вас успокоиться, это не домашнее задание. Но вы получите лист бумаги, и я попрошу вас взять в руку карандаш или ручку, чтобы вы могли принимать непосредственное участие в этом. Итак, мы назвали это служение «Воскресение Селлах». Мы хотим остановиться и поразмышлять, и не просто оглянуться назад, но также посмотреть вперед. Посмотрите ваши конспекты. Там сказано, что слово «Селлах» в Писании упоминается 74 раза. 71 раз в Псалтере и три раза в книге Аввакума. Аввакум так звали ветхозаветного пророка. Я точно не знаю, куда ставить ударение, но думаю, что произносится именно так. Аввакум. У нас в Штатах, как выяснилось, ударение ставят на второй слог. Я всегда ставил ударение на последний слог. Если, оказавшись на небе, вы спросите, а где Аввакум? Вас переспросят, кто простите? Вот тогда вы вспомните слова вашего пастора. Он говорит на языке небес. И вы поставите ударение на последний слог, и вам скажут «Он вон там». Я думал, вас это повеселит. Итак, буквальное значение слова «селлах» неизвестно. Но поскольку в Псалме это слово занимает столь важное место, некоторые богословы считают, что это музыкальный термин, направляющий музыкантов или хор. Однако наиболее распространенным стало значение «Остановиться и подумать». Сделать паузу и поразмышлять. Вот вам еще одно определение. Внимательно и глубоко задуматься над чем-то, особенно над своим выбором. Только задумайтесь. Глубоко поразмыслить над чем-то. И в контексте слова «селлах», особенно касается выбора стоящего пред человеком, это правда, что вы можете выбрать, над чем размышлять. Если вы станете размышлять над чем-то негативным, то в вашей жизни, в вашем будущем будет доминировать именно это. Мы можем выбрать, о чем нам думать в нашем прошлом. Можно замечать только плохое. А можно увидеть благость Божию. И также мы можем выбрать, в каком свете нам видеть свое будущее. Итак, Библия призывает глубоко поразмыслить. То есть библейское слово «селлах» означает глубоко и внимательно подумать, особенно это касается выбора мыслей. Это охватывает не только взгляд в прошлое, но и стратегическое действие, когда мы смотрим вперед. В воскресенье «селлах» — это время праздновать то, что уже сделал Господь, и что Он еще сделает в предстоящем году. В воскресенье «селлах» — это время оглянуться, и я дал вам разные местописания о том, как мы можем оглянуться на прожитые годы и внимательно их оценить. Это места из книги «Псалтырь», где «селлах» означает «оглянись и посмотри, что сделал Господь». На самом деле эти места не о прошлом, они говорят о настоящем и о будущем. Третий Псалом, восьмой стих от Господа спасения. «Над народом Твоим благословение Твое». Это говорит нам о том, что происходит сейчас и чего нам ожидать в будущем. Иначе говоря, еврейское слово «селлах» используется, чтобы показать то, что происходило в прошлом, происходит сейчас и будет продолжаться. «Селлах» — это призыв праздновать и прославлять Бога за то, что Он уже сделал, и возгревать свою веру в то, что Он совершит в нашем будущем. Мне нравится это слово «селлах». Итак, у вас есть бумага и карандаш. Я хочу, чтобы вы записали свои воспоминания. Хорошенько повспоминаете. Я хочу, чтобы вы записали три вещи, которые в прошлом вам сделал Господь, где Он вас избавил, где Он вас спас. Первое, что я лично вспомнил — это эпизод из моей жизни, когда я, будучи мальчишкой, продавал газеты. Тогда мне было всего лет десять. Я был очень маленьким. Может быть, одиннадцать, я не помню. Дело было на железнодорожном вокзале. Один человек хотел купить у меня газету, но он хотел заплатить за газету в мужском туалете. Я был еще ребенком, но уже тогда почувствовал, что у этого мужчины злые намерения. Я верю, что уже тогда Бог дал мне способность различать, что это за человек, и почувствовать опасность. В тот день Бог помог мне. И вот еще один момент, когда я помню, как Бог спас меня. Это было за неделю до того, как я стал христианином. Тогда мне было уже семнадцать лет. Меня остановила дорожная полиция. Я был пьян. Я проехал десять красных светофоров и двадцать знаков стоп. Меня вытащили из машины. Я был наг, потому что кто-то украл мою одежду. Я был в гневе. Я мчался домой. Я даже не слышал полицейских сирен. Я ехал полчаса и нарушил целый список правил дорожного движения. Не слышал сирены, не видел синих сигнальных фонарей. Полицейские сказали, за такие нарушения вы окажетесь за решеткой. Они выписали штраф за превышение скорости и сказали, вы не отделаетесь центром перевоспитания несовершеннолетних. Наказание продолжится, когда вам исполнится восемнадцать, а вы будете сидеть в тюрьме. Я помню, я сказал, «Боже, помоги мне». Через минуту полиция вернулась и сказала, «Не знаем, почему, но мы решили, что если этот автомобиль все еще будет стоять здесь завтра утром, а вы пойдете домой пешком, вы отделаетесь только предупреждением. Послушайте, в тот вечер я должен был попасть в центр перевоспитания несовершеннолетних. Но Бог спас меня. Разве мог я тогда знать, что через неделю я сделаю Иисуса своим Господом? Если бы у меня тогда забрали права, это наименьшее возможное наказание. Я не смог бы попасть в церковь, но я поехал туда и принял Господа в тот день. Я вспоминаю неудачные решения в работе, от которых Бог меня уберег. Я искал новую работу, потому что работа, которой я занимался, не сулила никакого движения вперед. И оплата была несправедливо низкой. Я помню, как мне хотелось быть более реализованным в жизни. Работа, которую я делал, меня не удовлетворяла. Когда было сильно жарко, было невозможно работать. Также и с холодом и ветром работа сразу прекращалась. Профсоюз не позволял нам продолжать работу при такой погоде. Я думал, мне нужно найти нормальную работу. Я хотел что-то делать, и я нашел работу курьера. Для этого я должен был купить микроавтобус. Это была новая компания, мне нужен был транспорт. Мы отправились к дилеру, чтобы выбрать подходящий микроавтобус. Вы знаете, какие бывают агрессивные, настойчивые автодилеры? Так вот, представьте, этот автодилер спросил меня, а что за компания? Я сказал ему название, и вы знаете, ему главное продать автомобиль. Он так зарабатывает себе на жизнь. Но по какой-то причине он решил спросить меня, что это за компания. А затем сказал, я знаю эту компанию. И хотя я заинтересован в том, чтобы продать вам микроавтобус, но я не советую вам связываться с этой компанией. Вы когда-нибудь слышали об автодилере, который отговаривает покупать машину? Никогда. Я могу, оглянувшись, сказать, «Силлах», я прошу вас тоже написать такие три случая из вашей жизни. Так вот, давайте посмотрим. Послание Филиппи Центр 3, глава 12 стих. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, и простираясь вперед, стремлюсь к цели, а теперь послушайте, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисуса. Вы понимаете, друзья, есть дни, которые просто нужно забыть. Вспомните прошлый год. Были какие-то события, которые вы не хотели бы тащить за собой в 20-й год. Это момент сынов Иссахара. Это момент сила. Библия призывает нас сделать паузу и задуматься. Но перед нами стоит выбор, о чем думать. Какие мысли в сердце человека, таков и он, говорит Библия. Поэтому о каких-то вещах нам просто стоит забыть. Это что-то, что вы не хотите видеть в своем будущем. Аминь. Я написал три вещи, произошедшие в 2019 году, которые я хотел бы забыть и оставить в ушедшем году. К примеру, это проблемы со здоровьем. В нашей семье у моей дочери Алиши были проблемы со здоровьем. У Джоша были мигрени. Меня мучил звон в ушах. Это неимоверно тяжело для меня. Вы просто не представляете. Это случилось год назад. Повредился нерв в ухе. Врач сказал мне, что это теперь будет постоянно. Но я заявляю вам, что я верю во имя Иисуса в исцеление в моем ухе. И так я верю, что Бог благословит наше здоровье. Аминь. Еще одна вещь, которую я хочу оставить в ушедшем году, это удручающие мысли. Понимаете, о чем я? Мы должны пленять всякое помышление. Библия говорит, каковы мысли в сердце человека, таков и он. Если хотите знать, каким будет ваше будущее, следите за своими мыслями. Вам нужно оставить в прошлом году ваше неправильное мировоззрение. Перед вами стоит выбор. Вы становитесь тем, о чем вы думаете. И еще одно. Я собираюсь оставить все свои обиды в прошлом году. То, что говорили обо мне люди. Я выбираю забыть об этом. Аминь. Я принимаю решение забыть об этом, потому что я становлюсь тем, о чем я думаю. Размышляя о нанесенных мне обидах, я буду полон горечи. Но я забываю заднее. Это был момент в силах для Павла. Он учит нас забывать о чем-то в прошлом и простираться к награде. Павел призывает думать о будущем, простираться вперед и внимательно выбирать, о чем мы будем помышлять. А сейчас я прошу вас записать три вещи, которые вы верите, что увидите в 20-м году. Выберите верить, пожалуйста. 102-й псалом, 2-й стих говорит нам «Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его». Послушайте, это ваш выбор. Силах. Выберите, о чем думать. Что взять с собой в 20-й год и во что верить Богу в этом году? Я записал себе три вещи, в которые я буду верить в этом году. Я верю, что в этом году мы сделаем огромный шаг вперед в стратегии того, чтобы избавиться от долгов за наш дом в течение следующих шести лет. Я не думаю, что уже в этом году я смогу выплатить всю ипотеку, но я верю, что в этом году я смогу сделать огромный шаг вперед. И это будет сделано не за счет того, что мы прекратим жертвовать в Дом Божий. Мы всегда будем приносить десятины. С тех пор, как я стал христианином, я приношу Богу десятины. И мы всегда будем щедро жертвовать в Дом Божий. Вчера, заполняя этот список вопросов, я задумался о том, как это будет выглядеть. Я знаю, что на протяжении всей моей христианской жизни за более чем 35 лет я пожертвовал сотни тысяч долларов из десятин и добровольных пожертвований, и все это шло на строительство Дома Божьего. Я могу быть уверен, что в моей почве есть семя. Я могу быть уверен, что моя жатва находит меня и будет находиться. Я могу верить, что если я созидаю Божий Дом, Он будет созидать мой Дом во имя Иисуса. Если вы согласны, прославьте Господа. Аминь. Я верю, что в этом году у нас будет 20 филиалов Церкви Волна. Джош сказал, что у нас их семь, но у нас их уже восемь. Мы начали новую церковь в центре Ричмонда. И также началась небольшая община в Сан-Клименте. Так что уже восемь с половиной. Аминь. Слава Господу. В этом году я хочу быть еще более жертвенным. Я хочу, чтобы каждый из вас сейчас пережил момент в селах. Запишите, во что вы будете верить в этом году. Есть нечто очень сильное о том, когда мы пишем наше видение. Мы должны понимать и чувствовать Божьи времена. И сейчас я хотел бы помолиться о вас. Прошу вас непременно записать ваше видение. Это не домашнее задание, но это то, о чем нужно задуматься, сделав паузу. Я вам гарантирую. Посмотрите на меня. Библия говорит «слабый» скажет. «Бедный» скажет. «Теперь вы знаете, что я от вас хочу». Скажите уверенно, что вы сильные и богатые в Боге. Давайте вместе. «Скажет слабый». «Скажет бедный». Вы знаете, что этот метод придумал не Дейл Карнеги. «Как влиять на людей и заводить друзей». Это придумал не Энтони Робинс и не Зик Зиглер, мотивационный спикер. Об этом учил Иисус. Об этом говорит Слово Божие. «Слабый» скажет. Что вы скажете о следующем годе? «Слабый» скажет. «Скажет бедный». Послушайте. Мы можем говорить то, что говорит Бог. Мы забываем все то, чего не хотим. Мы оставляем это в прошлом, и мы стремимся к будущему. Скажет слабый. Аминь. И еще раз давайте. «Скажет слабый». Я буду кричать, пока вы не скажете твердо. «Скажет слабый». Давайте. «Скажет слабый». Аминь. Аминь. Это Божий метод. Итак, сегодня я хотел бы помолиться о вас. Чтобы то, во что вы верите Богу всем сердцем, вы увидели в 20-м году. Может, вам нужно исцеление? Нужно выбраться из нищеты? Иногда это могут быть проблемы в отношениях. А вы состоите в токсичных отношениях, и, возможно, нужно ваше решение. Я не хочу этого в своем будущем. Может, в это утро вы страдаете, потому что перенесли тяжелую утрату. Но вам больше не нужно ставить паузу в силах и вспоминать о вашем горе снова и снова. Но думаете о том, что у Бога есть для вас в будущем. Одно я знаю точно, за что вы держитесь, то вас и определяет. Я призываю вас оставить эти вещи в прошлом. Есть некоторые события, которые были с вами, и вы не хотите брать их с собой в Новый год вашей жизни. Может, это плохая привычка? Слышите? Может, вы понимаете, что вас мучили неправильные мысли, и вы не хотите, чтобы они снова к вам приходили. Примите решение мыслить по-новому в 2020 году. Лучше мне забыть всю ту горечь. Передо мной стоит выбор. Я буду практиковать, делать паузы в силах. Может, для вашего брака 19-й год был тяжелым, и если, глядя на Новый год жизни, вы видите только трудности, и как вам будет трудно их преодолевать, то я прошу вас своими Иисуса оставить проблемы в прошлом. Будущее вашего брака будет ярче. Аминь. Я призываю вас, если у вас хватит смелости. А на первом служении я был удивлен. Практически вся церковь ответила на призыв. Я хочу сегодня о вас молиться. Если вы говорите, Стив, в 19-м году было то, что я не хочу видеть в 20-м, я забываю заднее и простираюсь вперед. Если я говорю о вас, встаньте, я буду о вас молиться. Если вы хотите оставить в прошлом плохие мысли, привычки, токсичные отношения, слабость и бедность. На первом служении на призыв откликнулось огромное количество, и сейчас тоже. Итак, а вот что мы сделаем. В Библии сказано, исповедуйте свои мысли друг перед другом. Сам тот факт, что вы встали на призыв, заявив тем самым о том, что есть то, что вы хотели бы оставить в прошлом году, и забыть об этом, это уже исповедание. Я не хочу нести это в свое будущее. Библия говорит, исповедуйтесь друг перед другом, и будете исцелены. Вас слишком много, чтобы я мог возложить руки на каждого. Поэтому тело Христа сегодня будет молиться за тело Христа. Нам всем это нужно. Нам всем нужен прорыв. Если вы говорите, «Стив, если бы ты знал, что было в моем прошлом, разве вправе я за кого-то молиться?» Послушайте, мы уже говорили, «Слабый скажет, что?» Скажет, бедный. Поэтому ты имеешь право молиться. Положите руки на плечи стоящих вокруг вас. Мы сейчас вместе помолимся. И когда вы будете молиться, не думайте о том, что вам нужна молитва, но всем сердцем молитесь о тех, кто стоит справа и слева от вас. Если они будут молиться о вас так же горячо, как вы о них, то вы получите отличную молитву. Давайте верить во имя Иисуса, что то, что мы хотим оставить в прошлом году, останется в прошлом. Эти вещи не последуют за вами в 20-м году. Начинайте молиться. Положите руку на плечо соседу. Убедитесь, что никого не пропустили. Положите руку на плечо соседу и начинайте молиться друг за друга, дабы нам исцелиться. Отец, мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Мы чертим линию на песке, чтобы отделить от нашего настоящего и будущего то, что нам не нужно. Мы практикуем сегодня сила, Господь. Мы обещаем Тебе, Отец, что мы не будем больше вспоминать об этом и не будем пускать это в свои мысли. Мы отрезаем это от Себя, чертя эту линию. Мы благодарим Тебя, Господь, за исцеление. Благодарим Тебя, Господь, за благословение. Благодарим Тебя, Господь, за победу и за прорыв. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя за силу с небес прямо сейчас. Во имя Иисуса. Церковь, если ты веришь, воздай славу Господу. Нет, вы не поняли. Если верите, прославьте Его. Воздайте Ему славу. Воздайте Ему хвалу.